И я буду рада представить вам первого выступающего, Бориса Родионовича Логинова, который из Национального информационно-библиотечного центра Либнет из России. Итак, Либнет заработает над тем, чтобы создать онлайн-каталог, общий каталог. Пожалуйста, Борис Родионович, мы будем рады услышать вас. Спасибо, Рината. Я сейчас подключаю презентацию. Так, презентация видна? Да, нам все видно. Очень хорошо. Да, время действительно отведено немного. Я очень постараюсь за это время рассказать опыт России по созданию системы корпоративной каталогизации, национальной системы корпоративной каталогизации. Специально двумя национальными библиотеками в 2001 году был создан центр Либнет для того, чтобы две цели преследовалось. Это первое – внедрить в практику тогда только созданный формат Русмарк. До этого библиотеки не работали в едином формате, и это нужно было сделать через какую-то точку, через единую точку с каким-то интересом. Но вот в качестве такого интереса для работы, для каталогизации в формате Русмарк была создана такая система корпоративной каталогизации. Я не скрою, мы много изучали опыт работы ОСЛС, и нам очень это понравилось. И не только нам одним. Я знаю, что в Голландии был такой центр ПК, который работал точно так же по технологии ОСЛС. И мы тоже хотели создать такую же технологию в России, но только национального уровня. Конечно, к нам могут присоединяться другие страны, но ориентированно было на российские библиотеки. У нас их больше 40 тысяч, а в Министерстве культуры в общей объеме больше 100 тысяч библиотек. И как вторая задача, вторая задача – это на базе этой корпоративной каталогизации создать сводный каталог библиотек России. Итак, у нас это получилось. Мы начали в 2001 году. Через год было налажено программное обеспечение и создано ядро этого каталога. Из двух каталогов Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки он включал в себя 600 тысяч записей. Это было начало. Затем мы начали загружать сюда и создавать авторитетные данные, которые сопровождали процесс каталогизации. Ну, как вот общая схема работы центра, первым этапом – система корпоративной каталогизации, вот этот блок. И в этом же блоке создавался единый авторитетный файл, которым пользовались библиотеки для каталогизации в этой среде. Схема была очень такая ясная и понятная. Все библиотеки могли каталогизировать свободно в этой среде, в среде формата Росмарк или Юнимарк. Таким образом, как только какая-то библиотека получала новую книгу или новый экземпляр, они обращались перед тем, как каталогизировать в своей системе, они обращались в сводный каталог, в систему корпоративной каталогизации. Если они находили запись, то они ее себе забирали и отмечали, автоматически отмечалось, что в этой библиотеке есть эта книга. А если не находилась книга, то тогда нужно было создать такую запись сначала в базе системы корпоративной каталогизации, используя при этом авторитетные файлы, которые изначально из двух авторитетных файлов состоял. Это предметные рубрики Российской национальной библиотеки и русская версия медицинских предметных рубрик МЕЖ. Можно было пользоваться и той, и другим авторитетным файлом. Авторитетный файл Российской национальной библиотеки включал в себя три составляющие. Это записи на авторов, на имена лиц, записи на организации и записи на предметные рубрики. Значит, право каталогизировать в этой системе могли только сертифицированные каталогизаторы. То есть те каталогизаторы, которые были обучены работе в системе Росмарк. Это очень важно, особенно на первом этапе. Таких людей в регионах вообще не было, и нам приходилось это делать с нуля. То есть на первом этапе только заимствовали записи двух национальных библиотек. То есть Центр выступал в роли дистрибьютора записей для других библиотек и других организаций вообще, кто хотел пользоваться библиографическими записями. Со временем проходило обучение, в основном это было, конечно, на базе Российской национальной библиотеки, в их учебном центре, потому что Росмарком, нашим национальным форматом, владели специалисты Российской национальной библиотеки. И таким образом мы выступали в качестве организаторов этого обучения, привлекая, естественно, на базу Российской национальной библиотеки. Постепенно такое количество увеличилось сертифицированных. Да, я должен сказать, что обучение проходило в два этапа. Первый этап – это теоретическое изучение формата Росмарк, форматов двух форматов, формат для библиографических записей и формат для авторитетных записей и их взаимодействия. Сначала проходили курс на теоретическое обучение, а дальше уже практическая, второй этап – это была сертификация, то есть практическая работа в среде системы корпоративной каталогизации. Проходило индивидуальное обучение каждого уже в этой среде. И таким образом закреплялись те теоретические знания, навыки, проверялось качество. За каждым библиографом закреплялся преподаватель, и он оценил работу и делал соответствующие замечания и помогал осваивать этот механизм. Вот этот процесс длился полгода. Через полгода появился первый сертифицированный каталогизатор, который самостоятельно создал запись в общем каталоге. Это была победа. Сегодня сразу скажу, что таких каталогизаторов 300 по всей стране. Ну, с учетом того, что в Российской национальной библиотеке большое количество автоматически сертифицированных специалистов, таким образом, общее количество где-то около 400 специалистов сегодня в стране, которые вполне справляются с текущим потоком новых поступлений. По мере работы создания, по мере каталогизации создавался такой каталог, единый, ядро качественных описаний. И вот на сегодняшний момент это ядро составляет уже 13,7 миллиона записей. И этот каталог уже можно использовать в разных режимах, и для реперспективной каталогизации, и для текущей каталогизации. Региональные специалисты уже научились создавать не только библиографические записи, но и авторитетные записи. И сейчас существует отдельный фрагмент региональных библиотек, которые у нас насчитывают около 70 тысяч авторитетных записей. Следующим этапом развития, да, у меня уже осталось одна минута или две минуты, следующим этапом это было на базе вот этого ядра системы корпоративной каталогизации, качественной каталогизации, создать сводный каталог библиотек. В России путем загрузки уже полных каталогов из других библиотек, и таким образом на ядро наращивались другие каталоги, применялась система удаления дублетов, и таким образом вот получался сводный каталог на библиотеке России. Значит, в чем особенность, очень важная, что вот этот уже сводный каталог, он помогал не только, вся эта система помогла не только создавать качественные библиографические записания, но и через сводный каталог делать навигацию тем библиотекам, которые участвовали в корпоративной каталогизации. Она и сейчас работает, эта навигация позволяла увеличить обращаемость уже к каталогам участников. Это очень важный фактор. Очень важный фактор. Хочу особенно сказать два слова относительно стоимости, как вот эта вот была мотивация, организовывалась мотивация. Простите, время заканчивается. Да, да, я заканчиваю. Ну, буквально это важно, потому что есть вопросы, почему в сводном участии, то есть заимствование, да, вот заимствование... Да, я закончил. Может быть, будут вопросы, я на вопрос тогда отвечу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.